Иконы текстиля Откуда у простого русского музея столько платков Эрме? Я напоминаю, Эрме – один из самых дорогих модных домов. Это все частная коллекция, все, что здесь представлено. Платки собирают супруги Цибины. На открытии выставки они говорили, что как-то же скучно собирать мир искусников, или передвижников, или даже русский авангард. А вот платки – это вам не банально. Но известно, что компания Эрме начинала с того, что делала седла. И всякую такую амулицию, упряжь, все, что нужно для того, чтобы оседлать коня. Так что лошадиная тема представлена весьма обширно. Вот, например, один из моих любимых платков называется «Письмо Наполеона Мюрату». Ну, в общем, представьте себе, император пишет Мюрату почти что карикатурами. Букв не надо, все очень понятно. Самые дорогие объекты выставки – это два таких стула, я бы даже сказала, трона. Что сделала итальянская художница Карла Толомео? Взяла эти стулья, придумала им спинки, обшила все винтажными платками. Непонятно, зачем она это сделала. Выглядит все очень дорого и богато, тем не менее. Вообще, выставка разбита на три раздела. Вот мы сейчас в русском зале. Здесь все платки как-то связаны с Россией. К примеру, есть русский алфавит А, Б, В, Г, Д. Ну, не знаю, трудно понять, выучите в конце концов. Дальше балет, потому что в области балета мы всегда впереди планеты всей. Вот, прекрасно так и называется русский балет. Но есть здесь царь-платок. Большой парад в Москве. Впервые его выпустили в 92-м году, но потом сделали специальный лимитированный тираж в 98-м. Для премьеры фильма «Сибирский цирюмик» Никита Михалкова. Платки эти раздавались на премьере, и сейчас это страшная редкость. В общем, в коллекциях их немного. Автор Мишель Дюшан, но он взял для этого платка хромолитографию русского художника Константина Савицкого. Соавтор Ивана Шишкина в картине «Утро в сосновом лесу». Как вы думаете, кого рисовал Савицкий? Медведей. Медведей. Вы еще помните, что наш сегодняшний фильм называется «Иконы текстиля». Итак, от платочков плавно перейдем к пододеяльникам. Мы в Мультимедиа-арт-музее выставка Сергея Браткова смотрим. Сергей Братков – художник из Харькова, но уже давно перебрался и живет здесь, в Москве, и работает выставка, называется «Империя снов». Ну, собственно, понятно, сны пододеяльники. Вот это называется «Московская весна». Самое смешное, что я жила в этом доме.